Курортный сезон Здравствуйте! Тема дня начинает работу в эфире. Мы приготовили для вас много интересного и начинаем прямо сейчас. Теперь все МФЦ стали региональными. Это значит, что жители могут получать государственные муниципальные услуги в любом центре края, вне зависимости от места регистрации. Добавлю, что при централизации вся инфраструктура МФЦ была сохранена. Сейчас в крае 57 офисов и 335 структурных подразделений, работающих в сельских поселениях. С начала этого года сотрудники многофункциональных центров приняли порядка 3,5 миллионов обращений. И почти все посетители центров, 98%, остались довольны их работой. Вот как это прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев. 98% опрошенных респондентов сказали, что они довольны деятельностью МФЦ в тех муниципальных образованиях, где они живут. Конечно, это хороший показатель, но 2% недовольны. МФЦ в больших городах – это один уровень, а вот в отдаленных станицах, хуторах, поселках там по-разному. Наша задача очень простая – привести работу МФЦ края к единому высочайшему стандарту. Тогда мы уберем все эти жалобы. Мы добьемся 100% одобрения жителями края работы МФЦ. Как изменится работа МФЦ и как им удается знать все и обо всем. Об этом поговорим сегодня с нашим гостем. Это руководитель департамента информатизации связи «Край» Евгений Юшков. Здравствуйте, Евгений Валерьевич. Ну, во-первых, хочу вас поблагодарить, что вы смогли к нам сегодня прийти. Ну, и, наверное, поздравить с такой высокой оценкой, потому что 98% положительных отзывов – это серьезный результат. Согласны? Спасибо, да. Хочу начать с того, насколько изменится работа МФЦ после того, как они перешли с муниципального на региональный уровень. Ну, основная наша задача была – это все-таки не ухудшить качество работы МФЦ. Мы этой задачи достигли. Как вы уже сказали, с начала года мы стали единым краевым учреждением, и за этот период оценка нашего, скажем, людей, обслуживающихся в МФЦ, 98% удовлетворены полностью услугами, которые мы оказываем. И плюс ко всему нам удалось сохранить и штат этих людей, которые у нас работают в МФЦ, и всю инфраструктуру без потерь. Это прекрасно. Кстати, говоря о централизованной системе, что уже сделано, что будет сделано, какие планы в дальнейшем? На сегодняшний день мы уже, как сказали, с 1 января перешли на централизованную систему. Все абсолютно движимое и недвижимое имущество было передано с муниципального уровня на краевой в оперативное управление, мы пользуемся этим. И до конца года планируем завершить уже операционные вещи, связанные с передачей именно имущества на краевую собственность. То есть процесс уже в стадии завершения, я думаю, в ближайшие пару месяцев мы завершим. Посетители как-то эти изменения могут отследить на работе, либо для них ничего не изменится? Вот как раз для посетителей это не должно быть никак заметно, и никто у нас с посетителей этого не заметил. Что люди, приходящие в декабре месяце прошлого года, что люди, которые пришли в январе, для них никаких изменений не произошло. Мне кажется, что в принципе вообще служба МФЦ это прежде всего специалисты, которые у вас там работают, потому что все-таки люди больше общаются с ними. Понятно, что огромный спектр услуг, но все мои знакомые, например, я в том числе могу сказать им, что просто феноменальная компетентность. И люди, с которыми мы сталкивались, проявляют себя очень тактично, сдержанно, вежливо и всегда по делу. Особенно, например, для меня было важно, как для мамы, когда я пришла с грудным ребенком в МФЦ оформлять материнский капитал, очень быстро прошла. Мне сразу сказали, не переживайте, мы вас пропустим раньше, потому что вы особая категория. Как вы подбираете таких людей? Какие вы им напутствия даете? Какие у вас есть скрытые правила? Кого еще, кроме мам с детьми, пропускаете? Ну, там перечень он утвержден. Перечень льготных категорий граждан, которые получают льготную очередь, он утвержден приказом. С ним можно ознакомиться на сайте МФЦ. Это наши ветераны отечественной войны, это инвалиды. Вся льготная категория людей. И даже по обращению наших депутатов в этом году мы вносили в этот перечень дополнительную категорию людей. Очень оперативно по их заявлению в течение буквально пару дней внесли. И люди спокойно могут теперь тоже по льготной очереди проходить, обслуживаться. Людей мы набираем, ну, это отдельная, так скажем, тяжелая работа, которую мы проводим ежедневно. Люди отбираются, проходят, стажируются, обучаются. Есть специальные программы обучения внутри МФЦ, которые нацелены как раз на то, чтобы люди были стрессоустойчивы. Потому что категория заявителей бывает разная. Большая часть, конечно, люди достаточно грамотные, правильные, приходят с конкретными целями. Но бывают случаи, когда люди приходят с проблемами, хотят, чтобы их решали здесь, сейчас и быстро. В таких, так скажем, экстремальных условиях работает фронт-офис. Все-таки это, так скажем, та часть наших госуслуг, которая находится непосредственно на переднем краю всех наших оказываемых, так скажем, государством услуг. Очень многие, кстати, сталкиваются впервые с работой МФЦ, когда оформляют недвижимость. Давайте прямо сейчас спросим у риэлторов, как они оценивают качество услуг МФЦ. С нами на связи Вадим Борисович Камалов, директор федеральной риэлторской компании «Этажи». Вадим, здравствуйте. Хочу спросить у вас, вот как вам работа краснодарских МФЦ, ну и вообще наших кубанских? Добрый день. Помогают ли они вам? Да, безусловно, помогает количество очередей, которые были у нас в других органах власти, там, да, в Росреестре, в том же самом, конечно, это была цель, там, плечевые языцы. Сейчас в МФЦ очень отлажена работа, время ожидания в целом не превышает регламента, это 15 минут. Ну, стало намного удобнее, стало намного ближе к людям, наверное, да, то есть я в свое время, когда работал в Хантаматическом округе, стоял, наверное, у истоков электронного правительства. Идея, которая была тогда предложена, я считаю, очень успешно реализовывалась, и в том числе в Краснодарском крае. Кстати, только хотела вас об этом спросить, у вас федеральная риэлторская компания, вы можете, в принципе, сравнить работу МФЦ в разных регионах России. Как оцените наших кубанских? Ну, достаточно высокий уровень, это точно, да, во всяком случае, по оснащению я точно говорю, что одни из лучших МФЦ, это вот, ну, в части комфорта, да, того же кондиционирования, мебели сотрудников, как они выглядят, то есть чувствуется, что есть школа, есть такая воля руководителя, который несет эту волю, и люди ее исполняют. Вот я бы хотел похвалить, если, конечно, будет уместно, работу нашего Краснодарского МФЦ. Спасибо вам большое за вашу оценку и за комментарий, что смогли к нам сегодня присоединиться. Евгений Валерьевич, вот видите, в принципе, люди, которые чаще всего, наверное, с вами работают, да, если взять такие вот бизнес, но я знаю, что вы еще и с бизнесом очень активно работаете, чуть позже про это можем сказать. Насколько сильно расширился перечень услуг, которые оказывают МФЦ, то есть с чего начинали и что сейчас у вас есть уже? За прошлый год у нас количество услуг увеличилось на 51 услугу. Это в основном изменения, касаемые услуг налоговых органов, услуг Росреестра, услуг МВД. В этом году мы планируем до конца года внедрить одну из основных услуг МВД, это выдача загранпаспорта нового образца. Есть постановленные правительства, которые регламентируют нам до конца года эту услугу сделать в городах с населением свыше 100 тысяч. Проект уже запущен, я думаю, до конца этого года, не думаю, я уверен, мы его запустим. Это такая достаточно серьезная услуга. Из проектов, которые мы тоже планируем до конца года запустить, это услуга по комплексному запросу. То есть, когда заявитель приходит с несколькими разными проблемами в МФЦ, сейчас это выглядит так, что ему по каждой услуге нужно писать отдельное заявление, отдельный пакет документов. То есть, проект заключается в том, что он приходит, пишет одно заявление, указывает, какие ему услуги нужны. Далее специалист МФЦ собирает весь необходимый пакет документов, делает запрос во все необходимые органы власти, и получатель услуги уже приходит один раз, получает все услуги одновременно. Очень удобная. Достаточно, да. Мы пробовали это на услуги так называемой жизненной ситуации, с ними все знакомы. Рождение ребенка, это материнский капитал, получение его, и запись в детский сад, допустим. Приходим, говорим, что у нас родился ребенок, жизненная ситуация. Две услуги человек получает сразу же. По этому же принципу развиваем еще и услугу комплексную. Запрос до конца года тоже ее сделать. Евгений Валерьевич, вот на лентах информационных прошла информация, что некоторые МФЦ по России получили даже автомобиль для того, чтобы сделать качество услуг более высоким, приблизиться ближе вот именно к пользователям услуг. Есть ли на Кубани такие, скажем так, автомобили, и будут ли, может быть, в процессе будете получать? На самом деле, буквально вчера вице-губернатор Василий Швецов вручил ключи от 11 автомобилей нашим МФЦ краевым. Из этих 11 автомобилей, 4 автомобиля мы вручили филиалам, в которых вообще никогда не было автомобилей. И остальные, это вполне логичное обновление того парка, который мы использовали до этого, с 2010 года. То есть мы наращиваем и планируем и в следующем году. Автомобили сейчас, как это не печально говорит, это основное средство доставки всех пакетов информации. Да, и одним, так скажем, тоже из наших проектов, которые мы планируем в этом году запустить, это все-таки бездумажный документооборот, чтобы сократить время доставки корреспонденции и расходы на автомобили. Ну, просто будут перенаправлены другие, так скажем, нужды для доставки уже в отдаленные населенные пункты, где у нас тоже есть территориально обособленные подразделения. Очень многие жители России благодарны МФС, что вы начали все-таки выдавать загранпаспорта нового образца. Расскажите более подробнее, есть ли активность именно у людей для того, чтобы приходить к вам? Насколько они оценили эту услугу уже? Ну, она еще у нас в стадии запуска. То есть мы только начинаем это делать, и, как я уже сказал, до конца года только ее запустим. Вообще услуга достаточно востребованная и достаточно часто обращается. По статистике сейчас не вспомню, но это одна из самых востребованных услуг. Загранпаспорт, замена, получение и выдача. Какие самые частые услуги, с которыми к вам обращаются? Вот топ-трех. Росреестр, материнский капитал, налоги. В материнский капитал входит только получение сертификата, либо детские сады тоже сюда относятся? Материнский капитал. Только материнский. Эти сады, она услуга у нас популярна в определенные периоды, когда у нас муниципалитеты начинают формировать очереди. Спасибо большое, Евгений Валерьевич. Мы не заканчиваем наш разговор. Буквально через несколько минут поговорим, наверное, об одной из важных функций МФЦ. Это помощь при развитии бизнеса и помощь предпринимателям. Оставайтесь с нами, будет интересно. Реклама пройдет быстро. Спасибо, что остаетесь с нами. Это тема дня. Прямо сейчас говорим о том, как МФЦ помогают предпринимателям. Добавлю, что сегодня МФЦ предоставляет 133 услуги для бизнеса. Предпринимателям помогают найти быстрое решение вопросов с Росреестром, налоговой службой, фондом социального страхования, пенсионным фондом. Еще на базе МФЦ оказывают поддержку предпринимателям корпорация малого-среднего предпринимательства, гарантийный фонд Края и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае. Более подробно об этом давайте сегодня поговорим. Чуть позже у нас будет эксперт по телефону, но у нас сегодня в гостях, напоминаю, это руководитель департамента информатизации и связи Края Евгений Нижков и Евгений Валерьевич. Хочу спросить, вот те услуги, которые вы оказываете предпринимателям, они же тоже, скажем так, жестко регламентированы государством. Какие это услуги, какие предприниматели могут у вас получить виды поддержки? Различные выдачи справок, различные обращения в органы за какими-то подтверждениями и так далее. То есть перечень, как вы сказали, 133 услуги, они там, ну это любое обращение юридического лица в МФЦ, в тот же Росреестр за постановкой на учет. Как правило, люди, которые приходят в МФЦ, например, просто с вопросами для консультации, да, ну вот, к примеру, открытие П, да, можете ли вы им параллельно сказать о том, что у нас в Крае работают такие-то, такие-то, такие-то параллельные меры поддержки, кроме МФЦ? Да, безусловно. И есть ли у вас сотрудничество с этим компанией? Да, безусловно, конечно, когда предприниматель обращается, либо будущий предприниматель, мы консультируем его, говорим, что у нас есть центр поддержки предпринимательства и направляем в рекомендуемый непосредственно куда, да. Чаще всего с какими вопросами обращаются предприниматели? Ну, это, вот, как я сказал, это справки все-таки, получение справок различных. То есть предприниматель, он достаточно ограничен в своем личном времени, поэтому он приходит с конкретной целью, ему не нужно обучать чем-то, он знает, куда идет, знает зачем. Для этого у нас как бы и в МФЦ определены приоритетные окна для предпринимателя, то есть он приходит и сразу на ресепшене ему говорят, вот у нас есть отдельное окно для предпринимателя, он садится, там специализированный человек, который уже, специалист, который уже обучен конкретно, знает эти услуги, уже достаточно оперативно и быстро ему помогает в этих вопросах. Прямо сейчас нами на связи еще один наш эксперт, это Галина Макеева, начальник Центра поддержки предпринимательства Фонда развития бизнеса Краснодарского окрая. Галина, здравствуйте, хочу спросить, какую поддержку оказывают центры, как вы с ними сотрудничаете? Вообще, Центр поддержки предпринимательства это структурное подразделение Фонда развития бизнеса и созданы мы для того, чтобы оказывать всестороннюю информационно-консультационную помощь. Субъекта малого и среднего предпринимательства и сегодня мы имеем возможность также консультировать физлиц, которые планируют начать свою предпринимательскую деятельность. У нас очень широкий набор услуг, их порядка 23, от простых консультаций до более чего-то сложного в виде изготовления бизнес-планов, фирменных стилей, веб-сайтов. Наши предприниматели участвуют в бизнес-миссиях, в различных конференциях. Черная деятельность. А сколько предпринимателей уже воспользовались услугами Центра? На сегодняшний день услугами Центра воспользовалось порядка 3000 предпринимателей по различным услугам. Будет ли расширяться комплекс мер, про который вы упомянули уже? Вот как вы думаете, потребность в этом есть? Вы знаете, будет или не будет расширяться количество услуг и вообще виды услуг. Это зависит от того, насколько они будут востребованы и важны для самого бизнеса общества. Сейчас у нас там порядка 23 услуг и вполне возможно мы решим расширить этот перечень. Если, конечно, будет запрос со стороны предпринимателей. Мы в обратной связи работаем с предпринимателями и активно в этом направлении взаимодействуем. Спасибо большое. На связи с нами была Галина Макеева, начальник Центра поддержки предпринимательства Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Евгений Валерьевич, хочу еще знаете, о чем спросить. Вернее, с одной стороны, поблагодарить вас за качество работ, которое касается комнаты детские. То, что в каждом ФЦ обязательно есть уголок, куда мама может спокойно прийти, не оставить, конечно, ребенка, но, по крайней мере, занять его на какое-то время, потому что для детей очередь – это смертельное дело. Плюс за понимание, с которым ваши сотрудники относятся всегда к людям, в частности, к мамам с детьми, потому что у меня даже были случаи, мне коллеги рассказывали, даже если ты приходишь без ребенка, обязательно сотрудникам ФЦ на ресепшене поинтересуется, есть ли с вами ребенок, и если он правда есть, тебе его помогают быстрее пройти по очереди. Это такие вещи, ну, как мне кажется, которым невозможно научить. Даже если можно научить, то в такой напряженной работе, как у вас, в постоянном контакте с людьми, глаз замыливается. Или это не так? Или у вас есть какие-то специальные методы разгрузки? Открывайте нам секрет МФЦ. Как вам удается быть хорошими? Потому что очень стрессовый участок работы у вас. Ну, благодаря тому, что он очень стрессовый, нам приходится применять различные методы, чтобы, так скажем, не вызывать негатива со стороны населения. И люди, которые у нас стоят на ресепшене, сотрудники, они хорошие психологи, которые видят это все, и, естественно, в нужных ситуациях применяют различные свои способы и методы, как упростить человеку его нахождение в МФЦ. МФЦ – это в определенные промежутки времени, те же мамы, когда у них появляются дети, они приходят вынуждены проводить какое-то время. Естественно, мы стараемся обеспечить их нахождение в МФЦ максимально комфортно, удобно, и чтобы не было никаких проблем. Ну, и плюс ко всему, МФЦ – это все-таки места большого скопления людей, и помимо комфортных условий, еще и обеспечиваем безопасность этих людей. Зачастую, если это взять большие наши МФЦ… Система видеонаблюдения? Система видеонаблюдения, система охраны. То есть у нас везде сидит охрана. У нас абсолютно все МФЦ в краю, когда мы взяли на краевый уровень, мы их откатегорировали по антитеррористической защищенности, и соответствует каждому МФЦ. Разработан паспорт безопасности в соответствии с федеральным законодательством. Мы все необходимые мероприятия по безопасности людей выполняем. Это тоже большой фронт работы. Были случаи, когда приходилось и была необходимость привлекать именно охрану? Слава Богу, нет. Да, я тоже просто помню, что по лентам новостей обязательно было что-нибудь такое прошло. Ну и в конце хотела бы, конечно, вас поздравить с недавним молодым праздником, который у нас есть. Это День работника МФЦ. Для наших телезрителей напомню, что 11 июля на 12-й сессии Кубанского парламента депутаты приняли изменения в краевой закон об установлении праздничных дней. И теперь 27 июля будет отмечаться как День работников МФЦ. Так что если у вас есть возможность, повод, обязательно зайдите в свой МФЦ, поздравьте сотрудников, потому что я уверена, они это заслужили. Тем более в этом году у вас еще десятилетие службы, правильно? Хочу вас поблагодарить большое за работу, обязательно передать наши слова вашим сотрудникам. Вы правда молодцы. Спасибо вам большое и за эфир, и за то, что смогли сегодня прийти к нам и рассказать более подробно. Это тема дня.